Привет! С вами Людмила Семененко и я продолжаю свою реалити, худею после 50 до своего идеального веса. Сегодня я снова в 50-никах, после небольшого привеса от вес и 59-900. До цели 57 килограммов осталось не так много, но вполне возможно, что я буду к ней идти еще 2-3 месяца. Почему? Ну, потому что, во-первых, чем ближе к цели, тем сложнее уходят килограммы. А во-вторых, я совершенно не ставлю цель поставить рекорд скорости. В принципе, 57 килограммов я могу весить хоть через 2-3 дня. Но вот таким голодательным способом я достигать эту цель не хочу и не буду, потому что я знаю, что это не достижение цели. Просто вода из меня уйдет и все, вернется точно так же очень быстро, а потом замедлится обмен веществ, уйдет всякая фигня, которая происходит с любым человеком, который сидит на жестких диетах. Нет, чуть-чуть корректирую мое привычное, уже давно сбалансированное и ультра-разнообразное питание. И, в общем, регулирую размер порции, это главное. Неделя, которая заканчивается, была очень тяжелой в моральном плане для меня, для моей семьи. Господи, когда об этом думаю, немножко так слезы подсыпают. Дело в том, что с сегодняшнего дня мой муж приобрел официальный статус безработный. Но дело даже не в этом. В принципе, со многим это бывает. Мы теряем работу, находим новую. Или быстро, или не быстро, когда как бывает. За это я не волнуюсь, как-нибудь прорвемся. Мы не одни, у нас есть родные. Есть уже какие-то наметки. Самое печальное то, что произошло вот эта потеря работы из-за того, что закрылась газета «Вечерний Ростов», которая с конца 60-х существует. Мой муж проработал в ней в общей сложности больше 30 лет. Он еще студентом пришел туда, курьером. Представляете, вся жизнь связана с вечеркой. Я там 6 лет работала. Мы с ним познакомились в редакции «Вечернего Ростова» и свадьбу там сыграли. То есть, представляете, сколько с этим связано. Просто жалко, просто обидно, печально. И вот когда я зашла на сайт «Вечернего Ростова», бумажная версия еще летом перестала выходить. И увидела «No found», то есть просто закрыли сайт и все вот так вот. Как я рыдала, это было что-то. Эмоции накатили. И вот в связи, кстати, с темой нашего реалити, то, что я не прибегла к еде как к спасительному кругу, это для меня кайф. И главное, у меня не было этого желания. Самое классное. Я вчера вместо этого пошла на каток, откаталась полчаса с таким удовольствием. Жизнь продолжается, да, печально, да, досадно. Но все имеет свое начало, все имеет свой конец. Жаль, конечно, что этот конец пришелся на наше продуктивное время. Муж еще полон сил. Ему есть, надеюсь, будет куда отдать. Ну, в общем, жизнь продолжается. Мы продолжаем идти к своим целям. Одна из моих стройностей, если ваша тоже, оставайтесь со мной на связи. Будем делиться настроением и опытом, и рецептами, и так далее, и тому подобное. В общем, остаемся на связи, и хорошего дня. До завтра.